Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, происходившие до отравления, в том числе потерю сознания в самолете, утверждает немецкое издание «Шпигель». В начале недели вестники от темных сил брали интервью у последнего диктатора. Так Лукашенко называется «Эвропа» и не только. И самые феерические выжимки по типу «Следующая будет Россия, вы там не расслабляйтесь, уже гуляют по интернете, сегодня обсудим». Кстати, митингов и протестов там почти нет и никого не бьют. Или почти никого не бьют, утверждает Симоньян. Посмотрим. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак, и с вами, как всегда, Чернокнижный с очередной дозой лютейшей вселенской пиздни. В начале нашего новостного выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала, подписку, ваши лайки. Ну и понеслась. Ефремову дали 8 лет колонии общего режима. Но тот цирк в виде барабанщиц и мага возле здания суда является пиздецом действительности. Посмотрим, что там набарабанили и что там нашаманил маг. Салаты за губцов и хинкали оказались роковыми для подполковника, который брал взятки исключительно едой. Посмотрим, на какую сумму наел взяточник подполковник. Епархия все-таки отлучила мятежного батюшку Схиегумена Сергия от церкви. Помните, он еще Путина призывал ему передать правление страны Владимиру Владимировичу Путину. Передать полномочия мне, Схиегумену Сергию. Патриарху сложить полномочия, отрицал ковид, призывал находить на выборы, извинал настоятельность с монастыря, поставил казаков на охрану, собственно, этого монастыря Собчак там еще получил и пизды с съемочной группой. Короче, посмотрим. Жуткая новостная резня разворачивается с отравлением политика Алексея Навального. Немецкая газета ZIT, ZED, простите, не владею немецким, да и русским хуевеньком, да ладно, сообщает, что российские спецслужбы пытались убить Навального новым типом новичка. Политик должен был умереть в самолете. Колкие твиттеры в избучании едкие ехидничают и утверждают, что Алексей, наверное, уже дал показания и обрисовал портрет злодея, сидевшего рядом. Что можно сказать? Кремль возмущен таким заявлением Запада. Я по поводу того, что Запад требует провести расследование, так как нашли бы его яд, а наши ничего, кроме панкреатита, не нашли и находятся в режиме ожидания. Документов, которые официально подтверждают присутствие ядов в организме Навального, нету. Вот такой вот ядовитый, но не подтвержденный Кремлем диссонанс имеет эта история. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, отравили Навального или это все-таки может быть панкреатит. Не совсем понятно. Запад утверждает, что отравление есть, Кремль утверждает, что документов, доказывающие, что это отравление есть, нету, потому что у омских врачей, которые выписали, собственно, заключение, у них в заключении об отравлении никакой речи не идет. Но там такая лютая пиздня завязалась, бытуют в народе слухи, что в этой больнице все-таки некоторые из врачей, как бы правильно выразиться, допускают неофициально, что это могло бы быть отравление, но документы говорят обратное. Документы говорят об обратном, блядь, об обратном говорят документы. Короче, что думаете по поводу отравления Навального или не отравления Навального? Интересно услышать ваше мнение. Пишите в комментариях, дискутируем по этому поводу. Большое интервью дал усатый поехавший фельдмаршал пропагандистам Кремля. После просмотра может начать подташивать и обостриться панкреатит. Сложилось очень стойкое ощущение, что Лукашенко, когда говорит о защите, то он уже имеет в виду не весь народ республики в целом, а отдельные его сегменты, которые, ну, собственно, его охраняют, как он выражается, самые близкие ему люди. Александр Георгиевич, вот вопрос, который наверняка вам многократно задавали, но вот после всех этих событий в Белоруссии, вот что для вас самое главное в жизни? Теперь. Теперь. Если честно, я даже не знаю. Лукашенко, трудно сказать. Ну, мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом, что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Белоруссия. Я думаю, что далеко бы катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята, ОМОНовцы и прочее, прочее, те, кто со мной рядом, понимаете, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать. Он продолжает бороться или делает вид, что борется с каким-то мифическим, злым, обязательно западным, а лучше американским крокодилом. Он акцентировал внимание на телеграм-каналах, которые показывают неправду, и они являются у истоков протестного поведения граждан. Они стоят у истоков. Собственно, нужных вопросов общую пропагандисты ему не задавали. Какого хуя кандидаты в тюряшки, например, оппозиционная коалиция отпизженная. Мало того, Колесникова хотели изгнать из страны, нахуй. Ну, так она паспорт порвала, и сейчас ей уголовно-ответственность грозит за призывы к захвату власти. А у нас что? Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все. Но это еще не самое главное в ядовитом протестном Белорусском океане. Кукуха протекла до такой степени, что Лукашенко вот такую дичь втирает своим силовикам. И вы думаете, я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда не до закона. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. Разоткровенничался что-то наш батька. Вам демократия и легитимность братской республики налицо. Сразу это сделал. Мы признали их легитимностью. Но это не самое главное. Бесконечно можно смотреть теперь на четыре вещи. Как течет вода, как горит огонь, как кто-то работает и как не очень искусно лжет Симоньян. Собственно, и протесты в Белоруссии постепенно. Накал страстей снижается, численность уменьшается. Мы в Минске находимся сутки. Он совершенно не производит впечатление революционного города. За эти сутки здесь нет абсолютно никаких, ни одного признака. Если бы не знать, что здесь происходит по воскресеньям, то никогда бы и не догадался. Все спокойно, очень чисто. Европейский совершенно город. Безопасный. Люди ходят по улицам, улыбаются. Меня здесь, как и в России, периодически узнают на улицах. Узнают кто-то. Горничные, гостиницы, охранники. Очень приветливо, дружелюбно здороваются. Здороваются, нет никакой агрессии, о которой нам много рассказывают, что вот, высадился десант русских журналистов, русских пропагандистов. Я это пока что не видела нигде. Ну, я не видела искать протестующих, потому что их нет. Я же не пойду по квартирам их искать. Они, вероятно, будут здесь в воскресенье, наверное, сегодня понедельник. Мы не видим ничего, кроме спокойного, ухоженного города с шикарным парком прямо в его центре. Я в квартире нахожусь уже сутки. Не производит оно впечатление революционной квартиры. Ну, за эти сутки. Вот я смотрю сейчас по сторонам, ну и, собственно, никаких... Ну, ни одного признака нету. Если не знать, что в моей квартире происходит по воскресеньям, то никто бы никогда и не догадался. Всё спокойно. Чисто по-европейски. Чистая европейская квартира. Безопасная. Люди ходят по улицам, улыбаются. Меня здесь даже периодически узнают. Ну, кто там... Жена узнаёт. Очень приветливо, дружески здоровается со мной. Нет никакой агрессии от неё. Ну, говорит иногда, пиздуй работать. А так, ну, никаких стычек я не наблюдаю с ней. Тем более протестующих тоже нет никаких. Я же не пойду на улицу или по соседям их искать. Может, конечно, будут у меня стычки с женой, когда литруху накачу, но это только по воскресеньям, а так никаких нет. Вот я вот всё сейчас смотрю, никто не протестует. Тот театр драмы, который развернулся вокруг Ефремова, вызывает отращение не только к самому Ефремову, но в смысле к его поступку. Не было бы наживатого Ефремова за рулём, и не было бы гибели ни в чём невинного человека. Тот цирк уже, который выкатили на последнем заседании, где ему огласили приговор в виде восьми лет колонии, там барабанщицы, блядь, возле здания суда... Маг из «Битвы экстрасенсов» или из «Дома-2», там хуй поймёшь. Его в итоге мага в каталажку куда-то там увезли, насчёт барабанщицы не знаю, но зачем это всё было нужно? То, значит, пишите в комментариях, может, я чего-то не понимаю, и, ну, напишите своё мнение по поводу приговора. Восемь лет это много или мало за такое деяние? И зачем вообще развернули вот эту полную какую-то хуйню вокруг этой ситуации, не очень приятной? Как пишут РИА Новости, в Новосибирске в суд поступило дело бывшего начальника Держинского райотдела полиции Александра Граченкова, которую обвиняют в коррупции, пишет коммерсант. Подполковника задержали в феврале 2019 года. По данным следствия, он на протяжении трёх лет покровительствовал братьям-предпринимателям, значит, владевшим несколькими торговыми павильонами и точками общепита, конечно же, общепит. Ну, кого ещё? Может, полковник покровительствовать? В деле указывается, что помещения занимали большую площадь этих коммерсов, то есть, да, и они, чем они арендовали у города. Как отмечает издание, полицейский закрывал на это глаза в обмен на бизнес-ланч в одном из кафе, а иногда их доставляли на работу, собственно, без ис-ланча. Да что там, блядь, Яндекс.Еды или Деривери? Нет, вообще уже охуели эти взятые шлины. Чаще всего обвиняемый предпочитал салат из огурцов и хинкаля. Наел он на 53 тысячи рублей. Ну, что тут можно добавить? Умел грешить, сумей и наказание перетерпеть. Как пишет известие, лишенный санауральский схимонах Сергий, то есть, теперь уже Николай Романович, после его отлучения от церкви не сможет иметь доступ ко всем церковным таинствам. Будет жить как некрещенный человек теперь. Об этом заявил журналистом председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в Екатеринбургской епархии претерий Максим Минайла. Значит, цитирую. Человек, который от церкви себя отлучил, ему недоступны все те благодатные таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек. Фактически этот человек существует как некрещенный человек. Приводит Реа Новости слова Минайла. Кто еще не вспомнил? В этом как раз монастыре Собчак с операторами получила пизды. Этот схемонах выгнал настоятельницу и собрал казаков, охраняя территорию и обитель. Кажется, именно он изгонял темные силы. Да? Изгонял темные силы и из прихожан. И судя по бурлящим заголовкам, там не совсем было угодные дела творят. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь, дорогие отцы, братья и сестры, молитвами первоверховных апостолов Петра и Павла заявляю и предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, Схиегумену Сергию. Три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах, в национальной России. Заявляю вам со всей ответственностью, если вы услышите голос Матери Божией, сбранной воеводе победительной, под покровом которой находим все мы, и вы в том числе, и все ваше окружение. Гарантия будущего в ваших руках и ваших ближних. В противном случае я облею вам лично и богатступнику патриарху Кириллу Гундяеву и хабатнику во главе с Берл Лазаром, который управляет Россией, предварительно полномасштабную духовную войну. Будьте внимательны. Ни крови, ни майданов, ни революции не будет. Как думаете, подходит вот такая вот пословица к этому случаю? Каждый сверчок, знай свой шесток. Или если у вас есть более подходящие, то пишите, не стесняйтесь ее в комментариях. Господа, на этом все. Если понравилось, не забудь поставить лайк, не понравилось, дизлайк, подписаться, если не подписаны, ударить в колокол, чтобы не пропускать выпуски. Они выходят по, я хочу напомнить, вторникам и субботам, ну и написать свою любимую русскую пословицу.